привет друзья я выпустил видео про фильм open gamer и мне тут же прилетел ответ от павла павел павел доля мой зритель постоянный давно пишет за что ему благодарен кстати сказать зачитаю его я ведь даже не успел переодеть свитер как быстро прилетает мне ответ нет пишет павел оставаться самим собой недостаточно в мире циников и политиков надо самому становиться циником и политиком иначе ты проиграешь вот это вот белопальтошная вот видите у меня белое пальто белопальтошная позиция не вмешательства заведомо проигрышная надо самому начинать манипулировать людьми так как если ты не будешь манипулировать людьми то ими будет манипулировать кто-то другой помните про солдат нато которые могли бы да проблема в том что хорошие люди считают что манипуляция это что-то плохое и поэтому они проигрывают на первых мой манипуляция это что-то плохое по пунктам во-первых я самое интересное что все эти тезисы как-то павел подчеркнул из ролика в котором я говорил что героя пингеймера сложно но нужно оставаться самим собой при этом ему приписано ему мне всем видимо белопальтошная позиция белопальтошная позиция не вмешательства но оппингеймер там вмешивается он берет на себя ответственность он производит атомную бомбу и то что он остается самим собой это его личное решение он несет за это такую свою свой груз моральной ответственности но дело даже не в этом я не хотел сказать я просто это я отметил что часто люди слышат не то что другие говорят да вот они слышат что-то свое есть у павла какое-то такое ощущение что вот вся какая-то там выдуманная им интеллигенция к которой я вряд ли отношусь снова собственно видимо я читаю комментария когда не знаю павел пишет в миллионную аудиторию на этом не всегда попадается в получается у человека прочитать комментарии поэтому со мной вести дебаты интереснее чем не знаю с каким-нибудь условным майклом накида которого сегодня разгорелся тоже здоровый здоровый скандал у меня в телеграме ну там на несколько человек такой для моего телеграм-канала здоровый ну зайди почитайте там прям было ух искры горели что хотел сказать основное это основное и самое главное это если так сложилось что вы живете и вас окружают люди дерьмо то это не повод вам становиться дерьмом конечно конкурировать сложнее тут не поспоришь но в конце концов все зависит от ваших целей на жизнь если вы хотите стать лучшим говном в истории человечества конечно вам немедленно стан надо стать говном и так сказать выигрывать эту конкурентную гонку но если вы говном становится не планировали и хотите быть человеком со своими моральными принципами со своими взглядами не понижая свою моральную планку то су а лучше и повышает то собственно вам не нужно становиться как все вокруг я давно говорил что есть единственный критерий поведения как мне кажется и возможно это позиция ошибочная и судя по моему месту социальной иерархии но такие себе так себе но я полагаю что отталкиваться нужно от своих внутри от своего внутреннего понимания правильного хорошего тогда твои поступки твое поведение во всяком случае будут морально удовлетворять хотя бы тебя есть конечно в этой логике косяк небольшой потому что если допустим человеку нравится не знаю убивать да вот его в моральный камертон говорит ничего страшно можно убить там не знаю 100 человек то наверное это нехорошо и неправильно но я полагаю что люди которые готовы убивать людей других в любом количестве не особо прислушиваются к своему моральному камертон я говорю все таки с моими подписчиками а мои подписчики люди умные сейчас пошла такая неприкрытая лесть образованные и свои со своей точки зрения и с позиции вот белопольтошная позиция невмешательства мне тоже не нравится я не знаю где вы подчеркнули я что она у меня есть я как раз белопольтошная позиция эта позиция условно над схваткой когда ты видишь некую некую битву да некий некий конфликт но в этом конфликте ты откровенно не хочешь замечать и видеть правых и виноватых и ты говоришь чума на оба ваших дома есть такие конфликты конфликты в которых неохота влезать и в которые чума на оба ваших дома вполне себе рабочие рабочая такая схема поведения да это условная драка жабы и гадюки да как ее любят называть в этих ваших интернетах но в этом случае белопольтошная позиция не кажется мне страшно не обязательно занимать позицию одной сволочи или другой сволочи когда они там собачатся друг с другом но есть конфликты в которых позицию занимать надо вот видишь некий конфликт россия украина израиль палестина на нагорный карабах и ты можешь не занимать эту позицию это конечно будет на мой взгляд это такое знаете немножечко голова в песке да я не хочу в этом понимать но в принципе я не приветствовал никогда игнорирование конфликта да вот эту как раз белополь то белополь тош ну не знаю почему вы так решили что я белополь тошник вот и есть еще одна проблема в том что вот хорошие люди считают что манипуляции это что-то плохое и в принципе да это частая история с политической жизнью в россии до приходит либералы разрешает всем говорить все потом приходят не либералы условно там не знаем перцы коммунисты и сейчас не знаю кто там имперцы коммунисты и они говорят всем заткнуться да и получается что они всегда эти имперцы коммунисты имперцы коммунисты они сюда побеждают потому что при либералах они могут спокойно агитировать за свои идеи а когда они приходят в власти, либералам агитировать за свои идеи невозможно нельзя, просто уголовное преступление есть в этом проблема но если вы возьмете методы как же сформулировать, чтобы все будет условно у вас конфликт с какой-нибудь сволочью если вы начнете использовать методы этой сволочи то вы неизменно, без вариантов станете этой самой сволочью да, жизнь непростая штука нельзя легко и просто разрешить все конфликты, они сложны не все конфликты, даже вот я про внутренние конфликты, не про то, что Вася бьет Петю, это легко можно разрешить а вот внутренние конфликты кого поддерживать, какое решение принять посмотрите фильм Оппингеймер этот внутренний конфликт постоянно и очень интересно обыгран и показан это можно смотреть и разбирать и думать над этим бесконечно фактически это вообще сложные фильмы в этом смысле интересно смотреть есть такой фильм настоящий детектив называется мне очень нравится там одна фраза в конце, когда герой раненый его вывозят на тележке и показывают там два героя один попроще, второй такой более сложный человек один попроще такой полицейский и он говорит хорошую вещь он говорит, глядя на небо герой Макконахи говорит видишь звезды это вот борьба света мне кажется, что это свет борется с тьмой на что ему его напарник говорит ну кажется не очень-то дела у света да, если посмотреть на небо действительно у света не очень дела и на это Макконахи отвечает очень красиво он говорит ты не понимаешь раньше это была абсолютная тьма вот, так что еще одну вещь хотел сказать сейчас все почему-то взяли манерой говорить нравоучительно хлестко как будто обучая других людей утрачено искусство дискуссии люди не могут говорить люди не могут обращаться к другим людям уважительно как-то аргументируя свою позицию не послушай дурей это не позиция это не точнее это может быть позиция но такой уровень дискуссии нейтрализует саму дискуссию дальше говорить не о чем да а надо уметь говорить как-то уважительно со всеми знакомыми, незнакомыми, с детьми, взрослыми, с пожилыми, с незнакомыми, с друг с другом, не знаю, со всеми говорить послушайте но я вижу ситуацию иначе не слушай сюда, мразь а я чувствую это иначе я полагаю, что это по-другому я по-другому вижу этот смотрю на этот вопрос так что, друзья да здравствует свет мы победим тьму всем спасибо за внимание как говорится подписывайтесь и все такое пока спасибо 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 спасибо